Во всех регионах России прошла акция по уборке мусора «Сделаем!». Тысячи россиян в разных городах и селах вышли на улицу с мешками и перчатками. Акцию поддержали и жители Алтайского края. Ленточный бор – любимое место отдыха барнаульцев. Однако чистую полянку для пикника здесь нужно еще найти. Территория леса практически полностью покрыта мусором. Проблема касается не только ленточного бора. По всей России волонтеры в рамках акции «Сделаем!» очищают природные объекты от мусора. От силы 2-3 гектара мы убрали. Достаточно много. И это на протяжении всего ленточного бора. Здесь просто место такое заворачивают, что очень часто отдыхают, поэтому мы и выбрали это место. Марина Гараева в обычной жизни домохозяйка. Но девушку заботит не только быт и семейная жизнь. Год назад она присоединилась ко всероссийскому экологическому движению. Мусора больше нет. Эта организация – основной координатор акции в Барнауле. Кроме того, поддержку в уборке оказала и администрация города. Она предоставила мешки, перчатки и машины для вывоза мусора. Многие, приходя в лес, либо на берег реки, видя то, что грязно, они могут кинуть мусор. Но если им некуда будет положить, если будет везде чисто, будет красивый у нас лес, чистые берега, то, я думаю, у многих совесть все-таки есть и дрогнет рука, чтобы оставить там мусор. Помимо ленточного бора, мусор убрали в парке спорта на берегах пивоварки и барнаулки. Всего собрали больше 230 мешков. Нашли и опасные виды мусора – батарейки и ртутные лампы. Отдельно собрали 30 мешков пластиковых бутылок. Их отправят на вторичную переработку. Всего в барнаульской уборке приняли участие 70 волонтеров. Не остались в стороне и другие населенные пункты. 40 сотрудников БИСК «Энерго» очистили от мусора лес в промышленной зоне города. Тем не менее, как все, рабочие, независимо ни от чего, взял грабли наравне со всеми. И решил поучаствовать. Акция «Сделаем» впервые прошла в Эстонии в 2008 году. 50 тысяч граждан одновременно вышли с мешками и перчатками и убрали все государство. Конечно, Россия не сравнится с крошечной Эстонией. Но волонтеры говорят, что с каждым годом леса и реки становятся чище, а мусора меньше. Елена Лопатина, Ольга Деянова, Анатолий Фукс. Новости.